Здравствуйте, уважаемые смотрящие за стримом. Сегодня я показываю вам игру, которая называется Darksiders 3. Мы играем за вот такую эффектную девушку, которую зовут Ярость. Она будет сражаться со семью смертными грехами. Первый грех — это зависть. И мы попытаемся убить зависть. У меня это сделать не получалось еще ни разу. Игру эту я пытался проходить несколько раз, но каждый раз терпел неудач. Вот сейчас, надеюсь, может быть получится уничтожить эту самую зависть. Так, пока что я не знаю, как ставить блок. Возможно, в этой игре блоки не ставятся. Потому что уворачиваться, я вот знаю, вот эта кнопка получается, так. Уворачиваться — это правый бампер. Так, это у нас атака, это непонятно что. Ай! Вот сволочь. А вот негодяйская рожа. Так, малый исцеляющий отрезок. Мы сейчас обязательно доберемся до зависти. И я думаю, что все-таки мы ее попытаемся с вами одолеть. Ух, смотрите, как она красиво кувыркается. Вау, круто. Она настоящая акробатка. Так, заднее сальто просто прекрасное. Так, куда мы идем дальше? Мы поднимаемся. Поднимаемся тут по стройке. Видите, все разрушено. Это уже идут, как бы, последние времена. Человечество уже почти уничтожено, а ярость будет выяснять, кто же пытается сорвать последнюю печать. Вот она, зависть, ребята. Зависть сразу начинает нас атаковать без предупреждения, подло, максимально... Ай! Сейчас. Так, так, так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Такими... Такими темпами мы ее не одолеем, акузависть. Ух ты, как она. Ой, а это что еще? Это еще что такое? Что это? Это какой-то призраки какие-то. Что-то я такого не припомню. Так, мне нужно добраться до нее. Она наверху. Так, я почти залез. А-а-а! Эта сволочь меня пытается постоянно спросить. О, нет! Она почти прикончила нашу девку. Это зависть подлая. Она завидует этой красоте и молодости. А-а-а! А-а-а! Блин! Я же нажимал. Так, осколок. А-а-а! Блин, она почти меня прикончила снова. Да-а-а! Не просто. Не просто мне сражаться. Ну, у кого-то с первого раза получается, кто... Так, нажмите после прыжка. Да, блин! Ну, я же уже нажал. После двойного, что ли? Да, после двойного, я понял. Нужно опять до нее добраться. Но так... Только надо внимательно смотреть. Потому что зависть, она... Что-то выбрасывает. Что-то такое сильное выбрасывает. Что? Мерзкая тварь. Постоянно что-то трынтит. Я сбил ее, сбил. Все, ярость впала в ярость. Ну, что она придумает на этот раз? Она залезет еще выше? Она сломала пул. Эх, зависть, зависть. То, что ничему не учишься. Раз. А-а-а! Я сорвался. Так, зависть долго не будет там висеть пиздела. Она будет пытаться сбросить нас. Я... Ах ты ж, гадость такая! Мерзь! Как она попадает? Я не понимаю. Она, получается, выкидывает силовую волну, с которой я ничего не могу сделать. Чтобы сконцентрировать внимание на отдельном противнике. Я понял. Значит, нужно, может быть, сфокусироваться с помощью L2 на этой бабке мерзкой. Ну, что, попытаемся со второго захода забрать. Но это непросто, как я уже и говорил раньше. Это очень-очень непросто. Браться? Здесь на квадрат. Ты ей поможешь? Так. Так, ребята, мне сейчас надо отлучиться на 5 всех. Вот эту кнопку нажимаешь и держишь. Пока моя дочка будет управлять. Ну, получится или нет. Справа. Справа сочтет. Я вижу. Давай. Я знаю, что я не знаю. Так. Я люблю. Вы там. experimenting. Потому-что. Я люблю. Вы что, растусовали тебя? Нет. Я куда-то зашла. Так, я вернулся. А, ребята, куда мы тут пытались проникнуть? Нам надо... Надо вот сюда. Я уже помню наизусть это. Ай! Наизусть помню уровни, но дело в том, что с управлением мне очень непросто, ибо у меня одна рука практически не работает, левая. Мне делали операцию, и операция прошла не совсем удачно, и поэтому... Мне очень непросто. Ой, как я, старуха, и ты над костылял. Ты сотри, сотри. Вау! Неплохо для пожилой пенсионерки она сражается, я вам так скажу. Вечно не доценивают, вечно оскорбляют, лишь потому, что я заслуживаю своего поправу. Вот как научиться отличать этот импульс, который зависть запускает, я не знаю. А она же его запускает. Вот она сейчас... А! Я не понимаю, вот что, как, как этого херней-то избежать? Так, зависть поднимается выше. Рушит землю. И мы перешли в третью фазу нашего поединка. Третья фаза... Показывает нам, что тяжелее, тяжелее будет добраться до этой твари. Так. Так, так. У меня уже больше никаких козырей в рукаве не осталось, поэтому я использую одну лечебную сферу. Как она... А! Так она называется? Мефилимская отсрочка. Ты недостаточно хороша, чтобы победить меня. Заколи. Вот видите? Подпрыгивать тут надо, ибо что тут делать, вообще непонятно. Неужели... Неужели я ее победил? Попробуй отбери! Это мое! Это мое, говорит, зависть. Ну что, пенсия? Осталось? Готово. Дело сделано. Госпожа, не хочу надоедать, но разве ты не должна была поймать зависть? Я поймала. Смотри. Мы ее поглощаем или что? Я не пойму, что происходит вообще сейчас. Что происходит? Этот талисман... Это сосуд. Зависть использовала его для хранения энергии остальной шестерки. Он станет подходящей темницей для остальных, и двоих материальное обличие будет уничтожено. Если позволишь, в нем что-то... Он издает какой-то гул. Это сияние... Покажет приближение кого-то из семи знаний. Какая мудрость. Ты превосходишь все ожидания совета, госпожа. Звук твоего голоса мне начинает нравиться, наблюдатель. Талисман греха будет вести вас к смертным грехам. Он виден вверху экрана и указывает путь к ближайшему греху. Показывает, кто из грехов находится ближе всего. А маркер показывает остальных непойманных грехов. Ну что ж... Зависть... Повержена... И мы видим черепушку. Черепушка эта... Показывает нам путь... А может, по грехам? Так, вот это локация наша. А если должен наблюдать как-нибудь чуть-чуть лицей? Ну, стоя на расстоянии. Можно что-то заметить. Я заметила, как она вот там... Как плывет возле рекламы. Потому что они для нее большие, и их многое, и она в них подсквала. И я бы пренебрегла своими обязанностями, если бы не указала, что даже с талисманом будет очень непросто отыскать смертные грехи. Найти зависть было просто. Ты можешь развиться, лучше там пить. Ну, если аккуратно. Зависть ведь была, несомненно, слабейшей из смертных грехов. Самая слабшая. Что еще скажешь? Лишь то, что тебе, по-моему, должно быть известно. Армии небес и ада выделили мир людей на зону Ельяна. А глядись вокруг. Все это наглядное воплощение борьбы между порядком и хаосом. Ты взялась за весьма незавидное дело, учитывая обстоятельства. Потому и весело. Остальные грехи прячутся в разбитом вдребезге мире. Жажда власти заставляет их наносить удары и по ангелам, и по демонам. Их спесь приведет меня прямо к ним. Возможно, но тебе понадобится помощь. Я возьму все, что мне понадобится. Да, конечно, подружка у ярости. Так себе. Какая-то полудымчатая хрень. Плава любит врат. И собрала. Не надо. Я знала, что однажды война брушит на мир все это. Но увидеть... Его таланты впечатляют. Так, мне вот интересно, что это за такой палансир? Что это такое? Это какая-то контрольная точка или же... Так, я попробую что-нибудь... Что-нибудь тут понажимать, поделать. Нет, ничего не происходит. Ладно. Будем двигаться дальше. Ну, тип врагов, я смотрю, пока что тут не меняется. Обычные какие-то сопляки здесь. Которые, да, они могут урон нанести. Но пока удивительного ничего особо не показывают. Да, аптечек у меня нету, конечно. Если доберусь до более-менее серьезного врага. Тут даже босса не надо, да. Конечно, будет непросто. И это я самую слабую еле победил эту зависть. А что ж там дальше будет? Если это была самая слабая, я на нее потратил кучу попыток. То что будет? Ах, ты ж сволочь подлая, со спины. Вот мразь. Мразь. Да, блин, я шувернулся. Исцеляющий осколок. Но это малый осколок, который восстанавливает незначительное количество жизни. Почему? Что треугольник, что за кнопка? Опа-опа-опа-опа. Здоровье, сила, физический урон. Магия. Может тут можно как-то прокачиваться еще? Шипы. Это оружие. Так, а это уже камбухи крутить. А, ну-ка. А если мы вот так вот сделаем? По-моему, все однообразные удары какие-то. Не вижу пока тут никаких хореографических изысков. Так. Пробираемся в какие-то подвалы. Гнилые. Грибы. Что это? Как Алиса в зазеркалье, как будто бы. Ох, чувствую, сейчас морду намылят нам. Так. Ай, сволочи! Слились с окружением. Ах, блин, мерзкие твари. Блин, вы понимаете, вот когда их много, это просто невозможно. С этими сволочами. Просто невозможно. Так. Отлично. Кристаллы лучеров. Эту коллекцию кристаллов духов можно разбить в вашем списке вещей, чтобы получить души, заключенные в них. Так, мне туда, наверное, не пробраться, да? Я заблудился или нет? Или да? Так, вижу, какая-то тварь там сидит. Здесь еще ходят двое. Не знаю. Наверное, надо сперва с охраной разобраться. Да, уже все решено за меня. А теперь с крупным. О! О, братишка, ну ты меня достал. Ух ты! Неплохо. Неплохо. Да что ж с вами, падлы, блин, что вы такие сильные все? Ба-а-а! Так, контратаковать я, конечно, не умею. Это плохо. Так, ну что, похаваем немножко. Нету, не было еды там, странно. Я думал... Сейчас валится кусок еды, и мы покушаем. Ах, опять! Опять из-под шкафа! Подлую! Ай-яй-яй-яй-яй-яй, мерзавцы! Так, я уже чувствую, что... До чего-то добрался. Но лишь мне кажется, что оно здесь не к месту. Это древо творца. Скорее всего, мы найдем там убежище. Да, непросто, непросто с ними биться. Знаете, я вот еще хочу посмотреть, почему такой маленький размер... Размер... Классический, по умолчанию. Размер субтитров. Очень маленький. Субтитры есть, но... Почему-то маленький их размер. Ну, в принципе, тут на понятном мне языке не говорят. Как бы... Ну, тем не менее, хотелось бы... Если вот, например, играешь поздно, когда уже все спят с маленьким звуком, то приходится прислушиваться. А так субтитры читаешь себе спокойно. Опа-опа-опа-опа! Сюжеточка пошла. Переполох мы устроили. Говорит демон, объявивший свои засады. Я... Я вовсе не намеревался с тобой сражаться, всадник. Ах... А ты... Весьма темпераментная штучка. Не испытывай мое терпение. Да? Что ж... Война для меня чересчур опасное предприятие, всадник. Я здесь лишь во имя слепой наживы. Я вульгрим. Я купец проклятых. Купец, что наживается на торговле душами. Даже при наступлении апокалипсиса нужно как-то зарабатывать на жизнь. И чьими душами ты торгуешь? Ангелов, демонов и даже людей. Для меня любая душа ценна. Я видел след из тел, что ты оставила за собой. Что мне может быть нужно от тебя? Посмотрим, что тебе нужно. Информация. Семь смертных грехов. Слая пятна. Пятна? Слая. Слая. Пишкешки в большой игре. Жертва огромного заговора. Очень. Нет. Что ты знаешь? Это химия. Я знаю, что это был бесплатный образец. Позови меня, если у тебя будут души, и, возможно, ты посчитаешь мои товары достойными. Нет? Купец, ты тоже купец? Нет, 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 нет. Это хитрец просто. Хитрец. А у тебя есть такая, Лиза, конфета пятна? А ты у Ани можешь попросить, она тебе даст полисать. А, она у тебя дала полисать. Дала? Угу. Нет, мамушка, я дедушка, там, я купила две мишки. Купец на мороженое. Я еще себе там купила жвачек, две такой длинный рулон жвачка, такую ровку, пятку эту. Второй раз, когда я пошла, еще я там что-то себе купила, третий. Папа, это кто это? В основном я брала просто маленькие ловызки. Я взяла за все походы четыре ловызки. И ты мне даже не показала. Лиза, я тебе уже четвертый раз даю. Базовый доспех, ребята, значит, можно брать какие-то другие доспехи. Так, ну что, давайте попробуем поторговать с этим мужиком. Посмотрим, что у него есть за товар. Маленький осколок, исцеляющий осколок, ярости, хаос, сила. С одной стороны, она вкладка, а с второй там, где подошла, она. Мощь атаки, ингредиенты, знак эха, овладение вызывается. Так, так, так. Что? Подожди, потом, потом, потом. Так. Скорми души. Если я ему скормлю, то я повышаю себе уровень. Это типа как в Дарк Соулс на огнях. Видимо, да? Как хочешь. Пока прощаюсь. Так, ну вот теперь мы можем либо увеличить здоровье, силу, магию, но я, наверное, все-таки предпочту здоровье. Было бы неплохо еще, помимо прочего, поменять одежду, цепь, но... они живут, чтобы корниться на развалинах мира, которые помогли уничтожить. Видимо, не в этот раз. Но, невзирая на свою жажду души, Вольгрина... Так, а я не заблудился ли случайно? Не сюда или я пришел? Подожди. Постой-ка, постой-ка. Так, мне надо туда попасть. Но по дереву я явно это не смогу сделать. Отсюда. Я тоже, наверное... Нет, нифига. Думал, по подоконникам можно ползти. Но, видимо, только так. Офигеть! Камера обзор закрывает. Нормально, блин! Нормально, блин! Нормально, блин! Нифига не видно. Ну, вот, когда они по одному идут, еще более-менее как-то хоть можно что-то с ними сделать. Но если пруд толпой... Они словно пронизывают все. Так и есть, госпожа. О-о-о, толпа малышей! Толпа малышей! Толпа... Ах, вы ж, сволочи! Подлые! Ай-яй-яй! Я упал! Дядя Степа подскользнулся! И шо? Сюда идти надо? А почему их? Сейчас опять кто-нибудь из засады выскочит. Знаю я их, тварей. О-о-о! Там кто-то сидит. Так, там какой-то стоит ветерок. Можно на ветерке на том прокатиться. Но... Это для любителей... Это для любителей исследовать. Так, я туда не долечу. Туда я не долечу. Слишком далеко. Хотя, можно попытаться с разбегом. А она не убивается, видите? Ярость, даже когда падает в пропасть, ее потусторонние силы помогают ей не убиться. Кто-нибудь... Так... О, опять торговец. Ну, давай... Повысим еще немножко... Уровень 3. Так, сейчас я буду прокачивать уже... Наверное, физический урон. Магический урон. Магический урон это у нас... Уклонение, контрудар, ударные атаки, гнева. Ну, пойдем... Пойдем по классике. Вот почему треугольная атака у меня не работает. Опять? Нет, уже пять раз торговлю, что же больше. Я даже... Я даже не вижу здесь... Я даже не вижу здесь такой комбинации, чтобы... Треугольником. Шипы, презрение. Значит, у меня может быть еще несколько видов оружия других. Получается так. Не нравится мне этот торговец. Возможно, с ним придется сразиться в будущем. Да, это ты думаешь. Человек. Это люди. Я людей нашел. Смотрите, какой огромный. Я сам разберусь с непрошенными гостями. Я тебе не враг, мужик. Ты чего? Ярость. Сохраняю за собой право убить тебя на месте. А ты? Удивлен. Испытываю немалое облегчение. Зови меня Ультейн, черный молот. Так что, сегодня меня расплющивать не станешь? Ты ведь творец, верно? Да, когда есть что творить. В наши дни мои навыки требуются лишь для создания орудий смерти. Это не твоя война. Это какая-то жадность. Нет, но и не их. Я очень люблю вас. Как и твой совет, Садик. Я беспокоен на равновесие. А ассасина похожий чувак слева. И нивыли тоже часть равновесия. Ты ведь наверняка здесь для их защиты. Неверный вопрос. Племя жалких безволосых обезьян, чей величайший талант изобретать все более хитрые способы уничтожать друг друга. Пусть страдают вечно, или вымрут завтра, я и глазом не моргну. Тогда что тебе здесь надо? Как тебя звать? Джонс. Джонс. Задай мне тот же вопрос снова, на последнем издыхании. Ха, оглядись. Видишь все это? Ты правда думаешь, что меня что-то пугает? Легче, парень. С ней лучше не шутить. Правда? А что мне терять? Эта глупая свара выставляет всех вас дураками. ангелов, демонов, всадников, даже Творца. За что вы вообще сражаетесь, а? Этот мне по душе. Так и быть. Дыши дальше, Джонс. Всадник, прошу. С тобой на нашей стране мы полностью изменим весь ход событий. У людей еще может быть шанс. В моем задании равновесие, но в нем нет их. Я здесь, чтобы выследить семь смертных грехов и вернуть их совету. Не больше, не меньше. А что если я помогу тебе? Твою цепочку можно доработать. Искренне сомневаюсь. Я и без помощи отлично справляюсь. Могу он! Разумеется. Разумеется. Кузнец, он творил все, забирал всякие механизмы для здания. Искусные в создании орудий разрушения, но его зла удовлетворился. Сдается мне, что даже нижайшие ультери могут улучшить твое вооружение. Если ваше всадничество мне позволит. Ну вот, кузнец. Искусные в создании и их отправит прямиком в убежище. Мне нужно прикасаться к ним? Ну, в первый раз отбирайся. А он нарушает труп конфету утирается и начинает пить. Пусть и сомневаюсь, что твой зверенец станет менее бесполезным. Вот и договорились. А в качестве жеста доброй воли предлагаю тебе подарок. Гнев. Где? Ищи расщелину адской глубины в подземелье. Под городом. И прошу тебя, всадник. Что? Да, да. Я буду отгонять малышей к тебе, как бы это ни было бессмысленно. Поглядим. И запомни ярость. Двери убежища открыты для любого, кто попросит. Следующий грех, который будет побеждать. Ярость это гнев. Мостовой камень. Зачарованный камень, наполненный древней магией мастеров. Он дает возможность любому человеку мгновенно перенестись в убежище. Так, что может сделать для меня кузнец по прозвищу Творец? Он обещал улучшить мое снаряжение. Приветствую, всадник. Рад встречи, всадник. Приветствую в убежище. Подожди, ты же обещал у меня улучшить снаряжение. О чем разговор был? Это что, обман? Чудовище не всех убило? Пока нет. Странно, почему они не хотят улучшать мою снарягу? Мостовой камень. Наверное, если вот я на него нажму, я окажусь в убежище сразу. Да, жалко, что не получается у меня. Видимо... Полисман греха можно использовать для поиска других грехов. И каким же образом... Опять ни одна кнопка не работает. Я все еще не могу понять, как же мне пользоваться разными вещами. Эй, вы куда собрались? Я драться пришел, а они уходят. Форма хаоса. Временно обращает ярость в форму хаоса, сокрушающую врагов. В этой форме ярость наносит значительный магический урон. Понятно. Ах, вари! так можно пойти сюда странно к чему этот автобус интересно пол может быть можно попытаться залезть это и нифига обманка какая-то странно ах мерзкий постоянно нападает на меня из укрытия адам ансин может использован для улучшения оружия пульты ему нужно его принести вот оно полин я в холостую использовал что-то нечаянно так стоп мы заблудились если верить талисману вот куда мне надо было идти нет просто просто убей меня я хватит ныть человечешка подойди быстро хочешь жить что что если хочешь жить могу отправить тебя в безопасное место относительно прикоснись глупцы удивительно что они так долго царили на земле и чё это они глупцы подходит какая-то баба со свисящимися глазами начинает запугивать начинает запугивать орать ты себя в зеркало видела ярость конечно люди себя боятся поверь мне мы тысячу лет были вместе путь сюда так ну что качнемся так я качнулся как хочешь не спеши как хочешь смеиные норы небоскреб перекресток кузница западный конец так может быть мы все-таки сходим в кузницу для того чтобы проапгрейдить оружие если это возможно да конечно загрузочные экраны с четвертой сумки длительные длительные никуда не пропали так 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 вот она кузница ну что сейчас он тоже мне ничего не сделает будет отнекиваться ну понятно приветствую убежища я бы погибла если бы не ты рада встречи всадник это еще кто что это за мощная бобенция так никто 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 не хочет мне ковать оружие ладно хрен с ним как-нибудь так справимся подожди-ка а что там на втором этаже так 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 не понял юмора что тут за такие разветвления это место прекрасно прекрасно что тут прекрасно вот еще ладно оставайся при своем мнении что тут за ходы паутина какая-то висит нормально а еще ж очки характеристики я не потратил еще в здоровье решил вкинуться немножко здоровья лишним никогда не будет для меня в таких играх здоровье критично потому что приходится иногда получать дофига урона поэтому играть очень непросто при таких раскладах так яма личинок яму личинок мы отправились это интересно то локации откуда я пришел или же нет яма личинусов подземелья ай твари какие это знаете такие яйца похожи как яйца чужих типа это походу мамка и тихо сволочей ай так блин надо как-то захватились чтобы типа было как в dark souls можно так тут или нет фокус блин тут наверно так нельзя идти включить быстрый бег режим прицеливания чао так подожди может в игровом процессе как-то нужно режим захвата цели удерживать или переключить автоцентрирование камеры количество урона быстрая смена оружия понятно короче понятно что ничего не ясно ясно что ничего не понятно бег идем дальше знать бы куда идти вообще было бы супер стой подожди осколок надо забрать а а а а а по а а а а а а Нерзкие твари! Мне было бы интересно подраться каким-нибудь оружием, типа меча, вот как в других частях Darksiders были мечи всякие разные там. Так, коса была, я помню, тоже вот в одного перса. Так. Много осколков ярости мы собрали. Даст нам это какое-то преимущество или нет вопрос. Опа! 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 Я так понял, что могу с этими тварями и не сражаться. Но надо. Объясню почему. Во-первых, это прокачка. Это раз. Ну, а во-вторых... Тут есть осколки. А осколки критичны. Их надо собирать. Обломок адамантина. Это, опять же, нужно для ковки предметов. С ковкой пока тоже непонятно. Что-то вот несколько раз я был в кузнице, а толку ноль. Странно. Почему так? Ну что, идем дальше. Тут еще, бляха-муха, муха-бляха, попробуй вылези из этой ямы. Не так-то все просто, как кажется. Надо ровненько встать. Аккуратно. С раскачечки. И только так ты сможешь залезть. Блин. Как же тут все заморочено. Ну, игра довольно-таки древняя. Поэтому, ох, тварь, хотел в крысу напасть. Не получилось, да, паскудыч? Ай-яй-яй-яй-яй. Как не стыдно, тварь-тварь. Со спины в крысу нападать. Офига себе, уроды какие. Ну, нифига, он крепыш. Крепыш. Ай, тварь-ю-ка укусил. Сволочь. Пойди. Откуда у тебя деньги? На. А у меня кофе будет. Подумай. Что это за такие... Что это за такие скульптурки, интересно тут. Скульптурка? Это из камня сделанная фигура. Называется скульптура. Она их бьет, потому что там могут находиться ценные вещи. Ай, это что за хрень? Блин, надо было взять в руки, наверное. Зря я ее прикончил. О, видите? Чтобы прицелиться и совершить бросок. Вау, смотрите. Я эту штуку в руки взял. Я буду ей бросаться. Ай, ты закрываешься. Не понял. И как мне полутину эту разорвать? Этой штуковиной? Так, приплыли. Как говорится, да? Хорошо. Я так понимаю, что нужно использовать личинуса для разрыва паутины. Папа, ты помнишь, что одно колечко в пленке от ее угала? Помнишь? Угу. А почему я еще не был в больнице? Ничего не понимаю. Почему не рвется паутина? Что я делаю неправильно? Что там? Что там? Кто там? Так, ребятки. Я... ума не приложу. Возможно, с этой штуковиной нужно двигаться в обратном направлении. И что-то сбить там. Что-то, что нам поможет. Нет, мне не сюда. Понятно, короче, ребятки. Тупикаться. Тупичизм. Так. 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 Здесь ничего нету. У-па-па. Стоям-па. Может, мне сюда надо кинуть? Нет. А-а-а-а. Я понес. Сейчас попробуем положить в ловушку. Вот как паутина должна была выгореть. Эта хреновина напилась какой-то жижи и сожгла всю паутину. Не могу. О-хренеть. Кто мог подумать? Оказывается, в этой игре... Ой-ой-ой-ой, это еще что за паук? У-па-па. У-па-па. У-па. 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 Ааа, твари! Полкой напали! Скотовьё! Аааа! О, ублюдки! Прижали как, ты смотри! Давайте хоть вдохнуть спокойно, вы чё? Как с цепи сорвались! А что это у меня на теле? Броня какая-то, что ли? Всё, ребята! Щёчек истекает! Скоро уже час, ааа! Скоро надо завязывать! Ааааа, ты ж скотина со спиняки! Напал, сволочуха! Слышу, как паук орёт! Я почти на месте! Слышу! Сляку не выноси, морозит! Крепыш! Ну, они достаточно хорош, чтобы победить ярость! Муха-ха-ха-ха! Всё, ребята! На этом мы будем, наверное, заканчивать! Уже меньше трёх минут осталось у меня эфира! Слышу, что там кто-то что-то плёхкает! Плюскает! Всё, ребята! Всем пока! Ох и лах! Спасибо за внимание! Надеюсь, вам понравилось! Смотри! Смотри!